Марина Эльденберт 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 звать охрану, если я закричу. У людей и Вервольфов разные законы. Люди не вмешиваются в наши, мы в их. — Пойдете сами или помочь? — спрашивает главный. — Поможете с багажом? — улыбаюсь ему так мило, что сводит губы. Вервольф не теряется, кивает одному из своих подчиненных, и он забирает мой чемодан. — Четыре мужчины на одну маленькую волчицу. Рамон решил, что я супергероиня? — Мне никто не отвечает. Мы быстро выходим из здания аэропорта. На улице дождь. Нормальная погода для Крайтонского межсезонья, но никто не заботится о зонтах. Большой черный автомобиль припаркован под козырьком, там, где в принципе парковаться нельзя. И это вроде бы незначительная деталь, только сильнее подчеркивает власть Верховного. Уже оказавшись внутри просторного салона, я открываю сумочку и достаю телефон, но устроившийся рядом бритоголовый легко перехватывает мою руку. — Да что вы себе позволяете? Я имею право на звонок своему Альфе. Пусть даже доменник не обрадуется моему побегу. Он лучше, чем Рамон Перес. Он защитит меня. Рамон приказал никаких звонков. Сначала встреча с ним. Я дергаю рукой, освобождаясь от его хватки, демонстративно возвращаю смартфон на место и отворачиваюсь к окну. Капли дождя напоминают слезы. Они бесконечно медитативно скатываются по стеклу, но не способны утихомирить растущее внутри меня напряжение. Тем более, что дорога до центра Крайтона совсем не бесконечна. Я почти не удивлена, что Рамон снова выбрал отель Кингстон. Это лучший отель в столице и в стране. Почти, потому что этот отель вполне мог напоминать ему обо мне, а он обещал меня не вспоминать. Поэтому причина того, что меня сопровождает этот конвой, всего одна. Рамон каким-то невероятным образом узнал правду. Причину, по которой я хотела навсегда улететь в Табатор. Но как? Откуда? Я не говорила об этом ни Альфе, ни даже своей лучшей подруге. Об этом знали только двое. Кто из них меня выдал, а главное зачем? Последний этаж — королевский люкс. И как удар в солнечное сплетение, потому что я прекрасно помню эти двери, уводящие в большую гостиную. Помню полумрак. Как судорожно мы избавлялись от сковывающей наши тела одежды. Как целовались, будто в последний раз. Я сморгиваю это видение, потому что полумрака нет. Волшебство ночи тоже. Зато есть сидящий на диване мужчина. Серого света за окном не хватает. На стенные бра отбрасывают перекрестья лучей, будто нарисованная клетка. Поэтому его лицо находится в тени. Но при моем появлении он подается вперед, припечатывая меня своей звериной аурой, напоминая мне о том, что я пыталась забыть или списать на разыгравшуюся фантазию. Смуглую кожу с легкой щетиной. Экзотичные черты, непробиваемую мужественность. А еще аромат. Аромат, от которого кружится голова. Нас разделяют метров десять, а ощущение такое, что я чувствую его дыхание на своей коже. Его взгляд, как прикосновение, властная ласка и одновременно острота зубов. Потому что я замечаю, как при взгляде на меня в глубокой тьме глаз вспыхивает ярость. Это мужчина моих грез, то есть ночных кошмаров. Мой истинный. Глава первая. Месяцем ранее. Тебе нужны отношения? Я едва кофе не поддавилась, когда услышала это от Чарли. Мы сидели за столиком в ресторане «Фавель» и завтракали. Я буквально шантажом затащила сюда лучшую подругу. Шарлин, или как все ее называли Чарли, предпочитала есть либо на работе в своем магазине, либо дома. В последнее время второй вариант, потому что она была на последнем сроке беременности. Я видела, как ей скучно, а еще страшно, поэтому использовала любую возможность, чтобы развлечь ее. Но я совершенно точно не представляла, что Чарли поднимет эту тему. Ты последний человек, которого я могла заподозрить в бесцеремонном вмешательстве в мою личную жизнь. «А Вервольф?» — хмыкнула она. «И Вервольф тоже. Ты знаешь мое прошлое». «Прошлое Венера — это не настоящее, и тем более не будущее». Чарли отставила чашку с чаем, поправила выбившуюся из хвоста светлую прядь волос и поморщилась. «Прозвучало пафосно? Еще как!» Мы одновременно рассмеялись, и напряжение меня немного отпустило. «Ничего не могу с собой поделать. Тема отношений для меня сложная и запрещенная». «Бесы!» — выругалась Чарли. «Серьезные разговоры не мое. Я о том, что тебе нужно найти мужчину, но чтобы ушла эта твоя вечная грусть из взгляда. Как будто нельзя быть счастливой и одной». Вот теперь я искренне обиделась за взгляд и за грусть. С тех пор, как у меня появилась такая подруга, мне казалось, что я заново оживаю. Самой яркой чертой характера Чарли была прямолинейность. Она всегда говорила, что думает, поэтому рядом с ней не нужно было притворяться или пытаться чему-то соответствовать. Второй особенностью, Шарлин, было желание заботиться о близких, и я входила в их число. «Можно», — кивнула она, «особенно если у женщины пробивной и мерзкий характер, например, как у меня». «Мерзкий?» — снова рассмеялась я. «Может, точно не сахар?» «Как только Доминик терпит?» «Не представляю. Я иногда сама себя не выношу». «Особенно сейчас». Она погладила себя по животу. «Как затмение находит, и я начинаю творить и говорить всякое». «Это любовь». «Вот». Чарли воинственно взмахивает ложечкой для десерта. «Тема моей личной жизни, кажется, ей интереснее яблочного пирога. Тебе тоже нужно влюбиться». «Ви, у тебя есть все, чтобы вскружить голову любому мужчине. Внешность, мозги. И с характером твоим все в порядке, так что всякое творить не будешь». «Это не так просто, как заказать столик в ресторане», — напоминаю я. «Не всем везет встретить такого, как Доминик. Некоторым достаются такие, как Денвер или Август. Мой бывший. Пример мужчины, после отношений с которым самооценка любой нормальной женщины опускается до уровня метро, в смысле ниже уже некуда. К тому же, не позволяю Чарли себя перебить, я не смогу быть свервольфом. После моего изгнания из стаи никто не предложит мне ничего серьезного, а несерьезное меня не интересует. Если встретишь свою пару, он горы для тебя свернет». Я приподняла бровь, даже не пытаясь скрыть своего скепсиса. «Чарли, встретить истинного — все равно, что выиграть миллион крайтов без лотерейного билета. В наше время это такая редкость, что я не знаю ни одной пары, кроме вас, с Домиником». Шарлин нахмурилась, побарабанила пальцами по столу и выдала. «Тогда встречайся с человеком». «Но я волчица! Подобный расклад не помешал нам с Домиником создать счастливую ячейку общества». «Да, Чарли — человек. А Доминик — альфа стаи, в которую он меня принял, когда все близкие от меня отвернулись. Странно, но мысль встречаться с человеком никогда даже не приходила мне в голову. Я не расистка, просто, наверное, в какой-то момент поставила крест на собственной личной жизни и нормальных отношениях с мужчинами». «Но как?» — спросила я растеряно. «Как познакомиться с мужчиной?» — уточнила Чарли. «Сайты знакомств, быстрые свидания, много же есть способов». «Быстрые свидания?» Мне понравилась эта идея. Живые встречи, короткие разговоры. За несколько минут я вполне могу понять, нравится мужчина или нет. Я была готова рискнуть. Нашла подходящий и, чтобы не дать заднюю, сразу же зарегистрировалась. Удивительное совпадение, но вечеринка для желающих найти себе спутника или спутницу проходила здесь, в фавеле, только в отдельном зале. Я сочла это хорошим знаком. Но чем ближе становился день Х, тем сильнее я нервничала, потому что никогда не была на быстрых свиданиях. Да у меня и обычных свиданий толком не было. Парочка до замужества, чтобы получше узнать жениха, которого для меня выбрал Альфа, и одно уже после развода. Последнее оставило после себя самые неприятные ощущения. Вервольф заранее узнал обо мне все и на встрече заявил, что ничего серьезного у нас не выйдет, но мы можем поехать в отель и неплохо провести время. Еще добавил, что рад, что я умная девочка и, конечно, все понимаю. Он даже не представлял, каких трудов мне стоило сдержаться и не выплеснуть в его усмехающуюся рожу содержимое моего бокала. Только контроль, взращенный годами в стремлении с детства быть той самой умной и хорошей девочкой. В общем, Чарли права. Если на Вервольфов мне не везет, значит, стоит попробовать сходить на свидание с человеком. И быстрые свидания, надеюсь, помогут такого мужчину найти. Все шло не по плану. Началось с того, что в день, который должен был быть моим выходным, мне позвонил Доминик и попросил срочно приехать к Чарли. Все из-за визита Верховного старейшины. Дела государственной важности и, судя по накаленной ситуации, очень серьезные, если мой Альфа решился оставить беременную и горячо любимую пару. А после начались проблемы. Не с Чарли, со всей Легорией. Один из Альф нарушил международные законы, был отстранен. Если бы при этом я не знала его лично, то, возможно, переживала бы меньше. Я в глаза не видела Верховного, но уже начинала его ненавидеть. Нет, чтобы позволить нам во всем разобраться самим. Он устроил цирк? Я весь день провисела на телефоне, разбираясь с накалившейся обстановкой. Поэтому, когда наступил вечер, вместо предвкушения я чувствовала лишь желание отправиться домой, тем более, что все равно опаздывала и не успевала переодеться. От этого решения стало, с одной стороны, легче, потому что не нужно было ничего менять в своей налаженной жизни, а с другой — как-то тоскливо. Особенно, когда я стала невольным свидетелем поцелуя вернувшегося домой Доминика. — Я скучал, моя маленькая Альфа. Он нежно обнял свою истинную, аккуратно прижимая ее к себе, положил ладонь на ее круглый животик. — Мы тоже, — улыбнулась Чарли в ответ. — Когда ты рядом, наш волчонок не крутится, как волчок. Я взял отпуск до его рождения. — Отпуск, отпуск! — уточняет его подозрительная жена. — Да, вы для меня важнее всего. Меня сначала ужалило завистью, а следом накрыло осознанием, что у меня никогда такого не будет. Не будет истинного. Не будет пары Вервольфа. И ребенка тоже не будет. — Но я могу до конца жизни жалеть себя, а могу все изменить. Только я и могу все изменить. Например, для начала перестать обманывать себя, что мне хорошо одной и пойти на вечеринку, пусть даже в деловом костюме. Я вызвала такси до отеля «Кингстон», и пока мы ехали, поправила макияж, сделав его ярче. В огромном холле отеля я стянула темно-синий пиджак. В юбке карандаш и светло-голубой блузке я выглядела чуть менее официально. Немного подумав, расстегнула еще одну пуговицу на блузке, чтобы открыть соблазнительную ложбинку. Поправила волосы и осталась довольна своим отражением в гигантском во всю стену зеркале. Зал для вечеринки был едва ли меньше основного в ресторане. Высокие панорамные окна с видом на манящие огни ночного города. В белом мраморе пола отражались настенные светильники. Столики выстроились по кругу, и за ними уже разместились все участники быстрых свиданий. Я втянула носом в воздух. Все люди. Наконец-то! Встречавшая у дверей блондинка схватила меня за руку и бесцеремонно потащила к ближайшему столу. Там уже все началось. Вы пропустили вступление, но правила несложные, во всем разберетесь. Меня уронили на стул напротив полноватого мужчины неопределенного возраста и сообщили. «У вас четыре минуты!» «Мне обещали пять!» Поправив очки, сварливо заявил он, и я поняла, что с ним мы вряд ли подружимся. С правилами быстрых свиданий я действительно была знакома. Выучила их от и до, потому что привыкла ко всему подходить основательно. Все участники вечеринки разбивались на пары и проводили в обществе друг друга ровно пять минут. Когда время выходило, мужчины менялись местами, переходили за другой столик. Если вы нравились друг другу, то обменивались контактами. Ничего сложного. Просто десять свиданий за один раз. В этом случае пятнадцать. Именно столько столиков я насчитала. Первый вариант я отмела сразу. Жадность не красит мужчину, а мелочность тем более. Так что я дежурно отвечала на вопросы и обрадовалась в смене партнеров. Вторым мужчиной оказался голубоглазый блондин по имени Антон. С ним мы достаточно мило побеседовали о триатлоне, которым он занимался. Третий Мовес показался мне слишком помешанным на религии. После четвертого свидания подали коктейли, после шестого закуски, и вечер стал более расслабленным. Правда, как на волчицу, на меня алкоголь не действовал совсем, я могла лишь оценить вкус. Вервольфы вообще иначе устроены. У нас крутая регенерация, и никакие человеческие болезни не берут. Поэтому вопрос от мужчины номер семь меня удивил. «У вас были в роду нездоровые люди?» «У меня вообще в роду людей не было». «Нездоровые?» «Психические. Психозы, неврозы, шизофрения». «А вам зачем?» «Вы доктор?» Рыжеволосый партнер по столику внешне мне очень понравился, но потом выдал то, что выдал. «Нет», — покачал он головой, — «просто перестраховываюсь. Моя бывшая оказалась потомственной шизофреничкой». Мои брови ползут вверх. «Ну что?» — раздраженно интересуется мой кавалер по короткому свиданию. «Теперь я предпочитаю узнать обо всем сразу, чтобы не тратить свое время на неперспективных женщин». «Неперспективных женщин? Вот засранец!» «И отпугиваете потенциальных подруг такими допросами?» Сарказмом в моем голосе можно захлебнуться, но ничего, держусь. «Нормальную женщину это не напугает? Вдруг я захочу детей? Они должны быть со здоровой психикой». «Нормальную женщину?» «Вы же не машину покупаете!» Я начинаю заводиться. «Речь о личности?» «Я бы с удовольствием купил себе жену», — на полном серьезе подтверждает этот любитель быстрых свиданий, как сделал мой бывший. А этот любитель нормальных женщин добавляет. «Вот бы можно было выбрать базовую комплектацию!» И так считают в север вольфы, которые выбирают себе волчицу, что мы должны соответствовать их представлениям и во всем подчиняться. Ножка бокала в моих пальцах с хрустом переламывается. В глазах мужчины шок. Девушка за соседним столиком испуганно охает, а ко мне тут же подбегают официант и блондинка-организатор. Один из осколков больно вонзается в палец, но именно это приводит меня в чувство. Нашла на кого злиться! На идиота, который вообще не знает, зачем ему женщина! Я самостоятельно вытаскиваю осколок и отказываюсь от предложенного антисептика. Просто прошу забрать части бокала, который тут же уносит официант, и заявляю своему партнеру по столику. «У нас с вами не может быть детей!» Отпускаю волчицу. До перехода в новую ипостась мне далеко, но теперь я вижу мир звериным зрением. «Почему?» Начинает он, но наткнувшись на мой взгляд, отшатывается и затыкается. «Вы вервольф! Почему меня не предупредили, что здесь будут вервольфы?» «Это не запрещено правилами!» «Тем не менее, меня не спросили, хочу ли я встречаться с вервольфом!» Он пытается выглядеть уверенно, но я чувствую его страх, будто я чудовище какое-то, а не хрупкая девушка. «Поверьте, я точно не хочу с вами встречаться!» «Психозов в моей семье не наблюдалось, и менять это я не хочу!» «Смена партнеров!» К моему облегчению объявляет ведущая в микрофон. «Может, идея встречаться с человеком не так хороша? Правда, додумать мысль я не успеваю. Моего обоняние касается нереальный аромат. В нем зной пустыни и дождь тропических лесов, сила океана и мощь земли под ногами. Одновременно с этим он такой глубокий, мускусный, мужской. Этот аромат обостряет все мои инстинкты, заставляет прикрыть глаза, потому что он кружит голову. Но лишь на мгновение, в следующую секунду, я по волчьи втягиваю его ноздрями и поворачиваюсь на его источник. Замираю под взглядом темных глаз. Глубина! Что я знала о глубине? Кажется, он видит меня насквозь. Мужчина, что неумолимо, приближается ко мне. Темные глаза, темные волосы, легкая щетина на скулах и резком квадратном подбородке. На нем деловый костюм, но даже налет цивилизованности не может скрыть хищности его движений, неумолимый поступи зверя. А вот я чувствую себя раздетой. Не просто раздетой. Распятой перед ним. Меня охватывает странное желание податься ему навстречу или сбежать куда подальше, но ничего из этого я сделать не успеваю. Вервольф опускается на стул напротив меня. Его тут не было, точно не было. Тогда что он тут делает? Кто он вообще такой? Эти мысли вылетают из головы со скоростью болидов, когда он внезапно улыбается. Мне улыбается. У него красивые губы и белоснежные зубы. Этот абсолютный образец мужественности улыбается так, что мое сердце начинает трепетать, как встречающий рассвет песней птица. И я вся начинаю трепетать вместе с ним. Вервольф же просто протягивает мне раскрытую ладонь. Наверное, рациональная часть покидает меня в этот момент, потому что я, не раздумывая, вкладываю в его руку свою. Он берет осторожно, принюхивается, а потом проводит языком по моему пальцу, зализывая ранку после осколка. Ох, предки! Меня перетряхивает все от кончиков пальцев до макушки. Жар проносится по всему телу, костром вспыхивая внизу живота. Волчица, моя вторая ипостась, поднимает голову и стремится перекинуться. Я едва сдерживаю собственный порыв, свое звериное начало. Края царапины немедленно срастаются, но отпрянуть мне не позволяют, продолжая изучать, трогать. Он пальцами накрывает венку пульса на запястье, и я вижу удовлетворение в его взгляде. Он знает, он знает, что разжигает во мне новые и новые пожары. Он всего лишь залезал в мою ранку, а я стала вся влажная. Всего лишь, Венера! Он же съесть тебя хочет в самом эротичном смысле, разложить тебя прямо на этом столе. Ты посмотри на голод в этих бездонных глазах. — Простите, но сейчас очередь другого участника. К нам нельзя просто так присоединиться, нужно записаться заранее. Я вскидываю голову, в полной мере осознав, что мы не одни. Возле нашего столика стоит блондинка-организатор, а за ней маячит какой-то мужчина. Мужчина, который должен быть моим следующим партнером. Тогда кто этот незнакомец? Он даже на нее не смотрит. Только на меня. Пойдем. Голос у него под стать внешности. Глубокий, властный, пробирающий до мурашек. В нем не просто сила чувствуется. Ей невозможно противостоять. Он поднимается и тянет меня за собой. А меня и уговаривать не нужно. Я готова идти за ним на край света. Точнее, то, что я иду с ним непонятно куда, осознаю уже далеко за пределами зала для быстрых свиданий, возле лифтов, ведущих из ресторана в отель. Створка лифта распахивается перед нами, и Вервольф кладет руку мне на поясницу, подталкивая в большую, но пустую кабину. «Куда мы?» – спрашиваю я. «Очевидно, зачатки разума во мне все-таки остались. Совсем чуть-чуть, потому что, когда он скользит ладонью ниже, я не даю ему по морде, наоборот, шагая вплотную. У меня вообще ощущение, что в бокал с коктейлем мне что-то подмешали, что-то, от чего даже Вервольфы дуреют. Как еще объяснить, что после его ответа в мой номер я не выбегаю из лифта. Не хочу я никуда бежать. Двери закрываются, отрезая меня от иллюзии побега, и я тут же оказываюсь зажата между стеной и мужчиной, которого хочу с немыслимой силой. Хочу его до одури. Я не знаю, кто кого целует первым. Мы просто сталкиваемся друг с другом. Со стонами, с рычанием, достойными зверей во время брачных игр. Он вжимает меня в себя, позволяя почувствовать всю силу своего желания. Скользит ладонями вдоль моего тела, снизу вверх, по бедрам, по животу. Задевает соски, возбуждение которых не скрывает ни блузка, ни тонкая ткань белья. А я цепляюсь за мужские плечи, зарываюсь пальцами в густые волосы, вдыхаю его аромат. Когда он отрывается от моих губ, чтобы прикусить чувствительную кожу на шее, я запрокидываю голову и вижу нас в отражении зеркальной стены. Себя, раскрасневшуюся от возбуждения, с расширенными зрачками, настолько, что не видно звериного золота. Его, огромного, нависшего надо мной, захмелевшего от одной на двоих страсти. Мелодичный звон напоминает, где мы. Двери лифта плавно отъезжают в сторону, и я испуганно дергаюсь. Но мой незнакомец не позволяет мне выпасть из нашего безумия. Подхватывает под ягодицы и, вовлекая в новый сумасшедший поцелуй, куда-то несет. Где-то фоном слышится треск ткани. Кажется, узкая юбка не выдерживает подобного обращения, но мне все равно. Единственное, о чем я сейчас способна думать, как стать ближе к нему, коснуться кожей кожи. Поэтому с моей помощью Вервольф лишается галстука и оттаскиваю его, сбрасываю на пол, а через мгновень я снова оказываюсь прижата к стене и вовлечена в новый жаркий поцелуй. Протестующий писк электронного замка сливается с моим громким стоном. Мой незнакомец промахивается ключом, когда я обхватываю его бедра ногами. Его нетерпеливое рычание только раззадоривает, и я кусаю мужчину за нижнюю губу. Игриво, легко, но слышу, как от этого ускоряется его пульс под моими пальцами на его шее. Щелчок замка, и он дергает меня на себя, не позволяя пробраться ладонями под его рубашку. Я парю на его руках буквально, потому что сначала он куда-то меня несет, а потом куда-то усаживает. На спинку дивана, отмечаю запоздало. Это вообще все, что я успеваю заметить, потому что, продолжая посасывать и покусывать мои пылающие губы, Вервольф резко задирает мою юбку. Я едва не падаю назад, когда он с нажимом проводит по внутренней стороне бедра, а после сдвигает ткань трусиков, касаясь уже других губ. Он не позволяет мне упасть. Ловит мой взгляд, когда скользит вверх-вниз, кружит по спирали, нарочно задевая чувствительный бугорок клитора. Легко скользит, потому что я возбуждена до предела и готова просто рычать, стоит ему убрать ладонь. Нет! Нет! Усмехается этот мучитель, поднося пальцы к своему лицу и слизывая с них мою влагу. Да! Исправляюсь я. Он тихо смеется и снова подхватывает меня на руки. На этот раз мы в спальне, и я тут же оказываюсь на широкой постели, спиной на прохладном покрывале. Эта прохлада будто отрезвляет. Предки, что я делаю? В данный момент смотрю, как властный сексуальный вервольф раздевается передо мной. Хотя раздевается, можно сказать, с натяжкой. Он буквально срывает с себя одежду. А вот в его взгляде явно читается желание натянуть одну маленькую волчицу. Мамочка, почему меня не пугает эта мысль? Только еще сильнее заводит. Как и мужчина, с силой и хищностью которого невозможно не восхититься. Сильные плечи, крепкие руки и ноги, плоский живот. Он весь будто выточен из камня или вылет из стали, словно природа решила наделить его всем самым лучшим. Спальню освещает лишь свет полной луны, но этого достаточно. Мой рот наполняется слюной, когда он во всей своей первозданной красе останавливается напротив меня. То ли от волнения, потому что у меня давно не было мужчины, то ли от предвкушения. Мне и самой сложно ответить на этот вопрос. Меня лихорадит, бросает то в жар, то в холод. Я вновь падаю в омут его глаз, в радужке которых вспыхивают золотые искры его зверя, а затем подаюсь ему навстречу. Вздох. Стон. Треск шелка, и на мне больше нет блузки. И юбки тоже. Только белье и чулки. Он вжимает меня в матрас своим сильным, могучим телом, и я чувствую себя так, будто нырнула в горячую ванну. Остро, но немыслимо приятно. Поцелуи словно оставляют ожоги на коже, там, где он касается меня, на губах и ладонях, там, где его касаюсь я. Но для того, чтобы изучать тела друг друга медленно, мы слишком распалены. Я это понимаю, и он тоже, потому что срывает последнюю преграду белья, вклинивается между моих бедер и, раскрывая меня для себя, входит в меня одним движением. И я вскрикиваю от этой наполненности, от тесноты, сжимаюсь на нем. «Горячая», шепчет он, «какая же ты горячая, гуапа». Я не знаю, что это значит, но его губы задевают мое ухо и у меня будто пронзает молния. А вместе с этим словно пронзает он. Вервольф подается назад, чтобы тут же качнуться вперед, врезаясь в меня. Я действительно горю от этих мощных движений, диких, то быстрых, то плавных и тягучих, от торопливых поцелуев, от чувства наполненности, которые он мне дарит. Его толчки зажигают во мне невероятные искры, и я кричу. Кричу от наслаждения, когда он толкается в меня, изливаясь сильным потоком. Кричу, срывая голос, притягивая его к себе. Он перекатывается на бок, увлекая меня за собой. — Мина, малышка. — Я не малышка, — смеюсь я. — Тогда кто ты? — Венера. — Венера, — повторяет он, смакуя мое имя. — Мне нравится. Он говорит что-то еще по-велемийски, гладит меня по спине ягодицам, и через несколько минут я осознаю, что ничего успокаивающего в этих прикосновениях нет. Особенно, когда он, будто невзначай, все-таки расстегивает застежку бюстее, а потом добирается до обнаженной груди. Улыбаясь, я обхватываю член пальцами, проводя по всей длине, убеждаясь, что он снова готов, будто и не было этого крышесносного оргазма несколько минут назад. С рычанием он поворачивает меня к себе спиной и входят сзади, поэтому мысль, что он не назвал своего имени, теряется в охватывающем меня остро-сладком удовольствии. Она возвращается исключительно утром, когда я просыпаюсь в ворохе сбитых одеял. Одна. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok